Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. По большей части нашей страны уже прошли ночные заморозки в той или иной степени. И по вашим просьбам я покажу, что у меня, какие повреждения. И, конечно же, расскажу, что делать после того, как прошли заморозки и в той или иной степени принесли повреждения вашим виноградникам. Ну, для начала расскажу, что вообще было. И, наверное, вы уже обратили внимание, что тут есть какое-то укрытие. Да, укрытие есть. Сегодня у нас четверг. Еще на прошлой неделе прогноз погоды обещал небольшие заморозки на почве. И мы решили немножечко наши кустики защитить. Поэтому до второй проволоки. У нас где-то с панбондом укрыто. Здесь это вот тот же синтетический ватин, который мы используем для укрытия на зиму. То есть решили, что раз заморозки на почве, немножечко мы попробуем наши кустики уберечь. Но на прошлой неделе нам повезло. И на заморозки минули. А вот прошлой ночью, к сожалению, заморозок пришел. Я вам не скажу точно, какая температура была. К счастью, все-таки это было непродолжительное время. Но в 8 утра, когда я выходила, на части участка был иней. И лист винограда был мокрый. Но был мокрый не везде. Вот здесь мой любимый коридорчик, где я снимаю немножко тенек и светит солнце в глаза. Вот здесь было все хорошо. Но это коридор, скажем так, мало того, что здесь дом, здесь при стенах. Ну а с этой стороны просто вот такое защитное получается. Вещь здесь была сухо. И еще покажу то же место, где было сухо. Ну а на остальной части все-таки какой-то морозик был. Ну поскольку я встала только в 8, да, то я застала не все. Но сейчас мы пройдемся и я вам покажу, какие повреждения были нанесены. Да, кстати, на крыше беседки, на траве, да, я сказала, был иней. И на крыше беседки тоже был иней. Вот смотрите, здесь у нас получается такой коридорчик. Тут всякие вот соседские кусты, да. Но тем не менее, закрыта вот только с той стороны. Здесь на всей шпалере лист был сухой. И точно так же с обратной стороны. Но здесь я думаю, что вот эффект при стенках, да, соседская баня. Вот это сработало. И здесь вообще все было замечательно за исключением. Смотрите, видите, вот не было нам времени прочеканить. Там молодой побежек, там видно, что листики прихватило. Ну вот здесь тоже, смотрите, прихватило самые-самые верхушки. Только молодой прирост. Вообще верхушки прихватило. Вот вроде как бы прогноз обещал морозик по почве, да. А на самом деле вышло вот совсем не по почве. Смотрите, я приближу. Вот там может быть плоховато видно. Там кое-где и взрослый лист повредился. Коричневатый такой видно на листе. Он не полностью, частично. Причем, смотрите, я чуть-чуть камеру проведу. Вот там есть более молодые листики. Да, вот на переднем плане лоза с молодыми листиками. И ничего не сделалось. То есть мороз такой шел волнами. При этом, смотрите, уже когда говорила, да, что где-то мы укрывали, закрывали. Ну, не везде была возможность это сделать. Вообще, честно говоря, на этом участке это сделали мои родители, помогли нам. Ну, вот тогда при первой угрозе заморозка мы были на деревенском участке. Так вот, смотрите, ну, здесь как бы не хватило сил, не хватило времени. Байконур сидит. И вот ему ничего не сделалось. То есть внизу все хорошо, но вверху, видите, полосочками прихватило. А вот в этом месте, ну, достаточно сильно хватануло. И у меня такое ощущение, как будто вот морозик с ямы шел, да, здесь у нас ямы. Просто обратите внимание, что побеги, которые вот к яме ближе, да, на них больше лист повредился, хотя не весь. Вот, смотрите, да, у нас есть вот такой поврежденный. Рядом же посынковый лист, которому хоть бы что. Ну, вот дальше, то есть чем дальше от ямы, тем повреждений меньше. То есть здесь вот такое произошло частичное подмораживание. Ну, вот на второй плоскости, вот здесь как раз-таки снизу что-то было. А кверху тоже, ну, по-разному. Да, вот, смотрите, абсолютно целый лист. Снизу поврежденный, но это посынковый. И вот тоже лист поврежденный. Вот здесь тоже, смотрите, как интересно, прихватило. Притом, казалось бы, да, вот здесь тепличка рядышком. Ну, вот с этой стороны хватануло. А на второй плоскости, ну, более-менее. Вот еще эти побеги на переднем плане немножко есть, но не сильно. А там дальше вообще все хорошо, чистенько. И зашла с другой стороны. Ну, видите, там верхушки тоже прихвачены на этом же кусте. А вот совсем рядышком побеги ландонуара. Там даже гроздочки вон висят. Вот ему вообще ничего не делалось. Видите, еще так получилось, что, ну, из-за загроженности мы кусты чеканили достаточно давно. Можно было бы еще пройтись. А так они вот у нас в таком состоянии. Если бы прочеканили, да, то на некоторых вообще бы и не заметили. Не было бы молодого прироста. Не заметили бы какие-то повреждения. Ну, вот здесь, видите, практически все целенькое. Может, там где-то единичный листик вот приблизить на самом-самом конце. Это можно и не заметить. Здесь шпалера галант, ядвига, галюнаса, ханка. Ну, здесь все целенькое, за исключением тоже самых-самых верхушек и то. Вот это, по-моему, галанты верхушки. Ну, хоть бы что, а рядышком, ну, рядышком, кстати, его же верхушки, вот там, чуть-чуть листиков оттонуло. Вот это шпалера, где ландонуар, с другой стороны. Здесь вообще все хорошо. И взрослый листик, и даже он молодой прирост, тоже ничего ему не сделалось. А вот это у нас кустик пино-нуар, клон ранний. Причем это не пино-мичуринский ранний, а именно пино-нуар, клон, который должен быть ранним, и вот его прихватило. Его прихватило, причем, заметьте, и взрослые листья, вот это вот такое покоричнение. Оно, конечно, частично, да, причем тоже, смотрите, вот старый лист прихватило, молодой лист прихватило, а с другой стороны молодой лист, вот этот, вот он, в общем-то, еще живой. Да, вот здесь тоже, смотрите, верхушечка прихвачена. Старый листик, вот этот нормальный, но эти немножко такие поврежденные. Здесь тоже вот, вот это коричневое, да, этот лист повредился, этот, видимо, молоденький, вот так вот прикрыт, вот он его защитил. И дальше вот ведем рядышком, смотрите, вот этот вот листик хватануло, а следующий нормальный. Ну, поскольку я только на одном участке сейчас, да, я показываю один. На втором тоже такие очень легкие частичные повреждения, и тот же пинорайний тоже вот там его хватануло. Хотя клон урожайный, я его там показывала, с ним вообще все хорошо, там лоза уже давно вызревшие, несмотря на то, что он под нагрузкой, плодоносит. То есть вот один и тот же сорт, два разных клона, они даже так себя могут по-разному вести. Вот шпалера, где зилга, да, где вот мой коридорчик, только с другой стороны показываю. Здесь все целенькое, даже молодой прирост. Вот это вот Виктория молодые побеги, вообще ничего не сделалось. Только вот там самые-самые верхушечки, немножечко вот самый молодой прирост. Ну, как видите, повреждения не критичны, и мы считаем, что нам вообще очень-очень повезло. Будем надеяться, что это была разовая акция, и все-таки еще осень будет такая довольно теплая, мягкая. По крайней мере, прогноз пока что обещает более-менее ночные температуры, да, после того, что было и дневные там, и до 18 градусов. Ну, так что будем надеяться, что еще все-таки наш виноград продолжит вегетацию, и немножечко ягода подозреет, и лоза подозреет. Ну, по крайней мере, прогноз погоды обещает так. Но, как бы повезло нам, в других частях республики было у кого-то по-другому, и большее повреждение, да, где-то смерз весь лист, у кого-то повредились молодые кустики. И вот что делать в таком случае? Пока не делайте ничего. Не надо спешить тут же все обрезать, не надо спешить тут же, ну, расстраиваться. Потому что, смотрите, вот, ну, даже показала я вам повреждения на пенануаре. Конечно, там много листьев повреждено, но часть листьев, они все-таки еще живы, и они еще продолжат какую-то свою деятельность. Поэтому, если вот совсем все-все не сморщилось, то, ну, не надо ничего делать. Даже вот на этом кустике, да, повреждений много. Ну, смотрите, вот то, о чем я говорю. Вот этот лист мертвый, но вот эти, они живые, и они еще будут работать. Лоза пока, ну, тоже еще такой морозик, если листья остались, то и лоза еще тоже, ну, она работает. Поэтому, вот как оно есть, так, так и есть. Оставьте все равно, вот что-то здесь будет происходить, и будет происходить обратный ток питательных веществ в коре. Потому спешить что-то обрезать, убирать не нужно, даже если вот полностью лист обмерз. Недельки две, три подождите, ну, а там уже будете видеть. То есть, пока что, ну, оставляем все как есть. Если у вас мороз повредил молоденькие саженцы этого года, да, особенно с небольшим приростом, а там ничего вызревшего не было, тоже не спешите отчаиваться. Если вы прислушивались, ну, как минимум, к моим рекомендациям по посадке, то пару почек у вас осталось в земле. А все равно еще был не такой сильный критичный мороз, чтобы в земле эти почки повредить. Поэтому они вполне могут вызреть, если уже не вызрели. Да, и в следующем году рост пойдет именно с них. Поэтому не надо отчаиваться, давайте все-таки надеяться на лучшее. Ну, и, конечно, не спешите делать окончательные выводы, даже если у вас сильно повредил мороз, о состоянии лозы, да, что невызревшая лоза тоже подмерзла. Посмотрим, тем более я вот вам сейчас показывала пример, когда часть листьев даже при больших повреждениях все-таки сохранилась. Значит, есть надежда, что с лозой там будет все в порядке. Как минимум, ждем две-три недели, но, в принципе, нам еще время позволяет ждать до конца октября. И к концу октября мы точно будем понимать, где лоза вызрела, где нет. Потому что при длительном вот таком времени, да, у нас еще месяца полтора, невызревшая лоза, она вообще начнет усыхать. И очень легко будет определить, все-таки способна она перезимовать, либо не способна. Ну, конечно, на ощупь тоже можно будет это сделать. Вызревшая лоза, она будет такая вот все равно в руке тепленькая, а невызревшая часть, она будет холодная. После мороза даже зеленая лоза, она становится коричневой, и первое время, ну, особенно новичку, может быть достаточно сложно отличить. Ну, лозе мы с вами еще будем говорить, об обрезках тоже будем говорить. Вам желаю, чтобы все-таки у вас с вашими виноградниками все было хорошо. Ну, и не теряйте надежды, даже если что-то такое вот неприятное случилось. Виноград, культура очень пластичная и очень живучая. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Счет», ссылка на каталог наших сортов винограда, и мои контакты. До новых встреч!